И снова здорово, с вами Маркус и в этом ролике я вам расскажу, что стоит покупать на черную пятницу в GTA Online. Братишки, обновы приближаются, а не денег, не уровня у вас нету, то тогда обязательно зайдите в мою группу по прокачке. Качаем быстро, дешево, а самое главное без бана. Новый год приближается и мы для вас специально добавили несколько новогодних наборов. Закупитесь в этом году, а сможете потратить только к концу следующего. Ссылочка в описании. А самое главное, не забудьте подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в горе. Также о новостях в мире GTA Online и еще множество интересного контента. Так что добавляйте, братишка, не хватает именно тебе. Я так думаю, мы, братишки, с вами будем идти на уменьшение. То есть начнем мы со скидок в 70%, а закончим скидками в 50%. И первым транспортом, который у нас стоит со скидочкой в 70%, это Benefactor Terrorbyte. Это по факту все то же самое, что и по КП, только гораздо лучше. И плюсов у Terrorbyte в принципе, братишки, полно. Во-первых, это мобильная база. То есть вы с данной точки сможете спокойно запускать все задания по доставке сырья, доставке транспорта, на ваши транспортные склады, доставке грузов на спецгрузы или в ангары. То есть все можно будет делать через данное транспортное средство. Плюс здесь вы сможете модифицировать ваше оружие до версии МК-2. Если вы, естественно, поставите данную модификацию в улучшение Terrorbyte. Также сможете даже переодеться, полетать дроном, либо же пострелять из ракет, если вы установите данные модификации. Но и самым главным плюсом Terrorbyte это является то, что здесь можно модифицировать опрессор МК-2. Также, конечно, не самое главное, но интересная его фишка, это то, что он выдерживает 40 попаданий ракет из того же самого опрессора. То есть даже если вдруг вас прижали опрессорчики, спокойно его вызывайте, садитесь на него и уезжайте. Вас не уничтожат, вас будет сложно уничтожить, а у них когда-то кончатся ракеты. Так как во втором опрессоре только 20 ракет. Следующее, RM-10 бамбушка. Но это я сразу же говорю, братишки, не советую его покупать. Его нынешняя цена с учетом скидки 1 миллион 775 с половиной тысяч долларов, оптовая цена 1 миллион 335 тысяч долларов. Оптовую цену вы можете получить, натаскав большое количество грузов в ваш ангар. Почему же я не советую покупать бамбушку? Да потому что она вам нигде не понадобится. Если вдруг вы захотите поуничтожать кого-то с воздуха, появится какой-то парень на лазере и просто раскидает вашу бамбушку на запчасти. Так что сразу же говорю, не советую ее покупать. И идем дальше. Опять же, воздушный транспорт. Это у нас B-11 Strike Force. Его нынешняя цена 1 миллион 140 тысяч долларов. А на борту данная версия бородавочника, если кто не знал, его так называют в американских войсках, он несет. Во-первых, это разрывную пушку, такую же, как и на лазере или на гидре, только менее скорострельную. Наватные ракеты, такие же, как на прессоре втором или же на другом подобном транспорте. Плюсом еще, вы можете стрелять залпом. Также можно установить эко-ловушки. И еще одним его преимуществом над теми же самыми лазерами или гидрами, это то, что данные транспортные средства имеют хорошую броню. То есть одно попадание из опрессора или из другого транспорта вас не уничтожит. То есть у вас еще будет шанс свалить, либо же даже накостылять вашему сопернику. Следующая скидка 70% на самолет Люксор. Его сейчасшняя стоимость 487,5 тысячи долларов. И Люксор Делюкс за 3 миллиона долларов. Сразу же говорю, мы даже на эти скидки не обращаем внимания, потому что для нас их нет. Это транспорт еще из того времени, когда Рокки думали, что мы будем отыгрывать эдакую версию РП. Кто-то управляет данным самолетом, а кто-то будет сидеть сзади и попивать шампанского. Но уже сейчас такого нету и все просто друг друга уничтожают. Вертолет Свифт и опять же его более дорогая версия Свифт Делюкс. Такая же картина, как и с Люксором. Конечно, еще можно прикупить обычный Свифт, если же у вас нету какого-нибудь вертолета. А так, опять же, не советую его покупать, если у вас есть, например, тот же самый Бузард. Потому что летать вы по большей части будете именно на Бузарте. Этот же вертолет вам не будет нужен. И последняя скидочка в 70% это байк Нагасаки Шатара. Его нынешняя стоимость 667,5 тысяч долларов. И вот тут интересный такой вопрос стоит. На этой неделе у нас еще есть скидочки на Хако Чудрак. И в принципе, данные два байка хороши. Что же покупать, братишки, решать вам. Но я бы посоветовал именно Нагасаки Шатара. Да, он получается еще чуть дешевле даже, чем Хако Чудрак. Да и плюсом, не часто вы сможете прикупить байк из Фильма Трон за такие смешные деньги. Но опять же, если у вас нет лишних полмиллиона и уже есть Хако Чудрак, то уж тогда лучше не тратитесь. Перейдем же к скидочкам в 60%. И сразу же навстречает Дик Лейс Скрамжет. Его нынешняя цена с учетом скидки 1 миллион 851 тысяч долларов. Оптовая цена 1 миллион 392 тысяч долларов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо выиграть в режиме противоборства бегущий ремикс. И вы сразу же получите оптовую цену. Плюсы Скрамжета. Во-первых, это тачка, копия тачки спиди гонщика. Во-вторых, вы сможете на нем прыгать. И плюсом самое главное, это есть ракетное ускорение. И если все это комбинировать, то можно хорошенько пролетать всякие пробки, либо же ваших недругов. Но еще на нем стоит бортовое вооружение. Это у нас пулемет и ракеты. Кстати, такие же огильные, как и на втором опрессоре. Такие же огильные, как и на страйкфорсе. Так что, в принципе, если скомбинировать прыжки, ракетное ускорение и ракеты, то вы сможете спокойно сбивать опрессорщиков. И, кстати, на этом транспорте есть еще одна такая интересная функция. Здесь вы сможете пользоваться не только бортовым вооружением, а, например, тем же самым Си-4. Просто к факту, на Делюксе, либо же Стромберге таких фишек нет. То есть, если у вас стоят пулеметы и ракеты, вы только сможете пользоваться ими. А всякие Си-4 пистолеты вам недоступны. Следующая скидочка 60% на Руинер 2000. Это тоже калька с одного известного фильма. Честно, братишки, не помню. Этот фильм уж очень древний, 80-90-х годов. Но не суть. Его нынешняя цена 2 миллиона 298 с половиной тысяч долларов. А оптовая цена 1 миллион 728 тысяч долларов. Чтобы вам получить оптовую цену, вам надо, во-первых, купить офис, транспортный склад, наводить большое количество транспорта. И только тогда у вас откроются специальные задания, пройдя одно из которых, вы получите скидочку на данный транспорт. Так что, если у вас в данный момент еще не открыты эти задания, то на оптовую цену, братишки, вы можете не рассчитывать. Потому что, чтобы ее получить, надо будет потратить немало времени. А скидки вот-вот закончатся. Плюсы данной покупки, я считаю, только одна. То, что здесь вы сможете запустить задание в полный комплект. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Данный транспорт несет в себе парочку интересных функций. Во-первых, это, опять же, бортовое вооружение. Это пулемет и наводные ракеты. Опять же, такие же агильные, как и на наших любимых опрессорах. Также она умеет прыгать и раскрывать парашют. То есть, если вдруг вы боитесь, что вы упадете и разобьетесь, нет. Здесь установлен парашют, и можно спокойно облетать все пробки. Но, как я и сказал, самая главная фишка – это задание полный комплект. Суть задания в том, что вы должны уничтожить транспорт с турелью. Но наша основная цель – это уничтожать опрессорщиков. Почему? Да все просто. Во-первых, как только вы начнете данное задание, у вас заспавнится особый руинер 2000. Без покупки руинера вы не сможете запустить данное задание. Как только вы в него сядете, у вас просто появится божественная сила. Во-первых, наводка на вас не будет проходить. То есть, если даже вас пытаются уничтожить опрессорщик, по вам еще надо умудриться попасть. Второе. Выдерживает данный транспорт примерно 20 попаданий из опрессора. Причем прямых попаданий. А без наводки ему будет сложно по вам попасть. И третье. То, что на нем стоят такие же агильные ракеты, как и на опрессоре. И вы спокойно сможете его уничтожать. Они вам уже ничего не смогут сделать. Ну а перейдем далее. Скидочка в 60% на Ocelot Stromberg. Его нынешняя цена 1 274 000 долларов. Оптовая цена 958 000 долларов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти второй акт судного дня. Если вдруг кто еще такое не проходил. И первым и самым главным отличием данной машины является то, что это машина-амфибия. Да, вы спокойно сможете на ней плавать. Если вдруг вас недруги достали, вы всегда сможете уйти под воду. Ну а это еще не все. Данный транспорт имеет такое же бортовое вооружение, как и скрамжет, так же, как и делюкса. То есть это пулемет и наводные ракеты. Но еще одним его главным отличием и преимуществом над скрамжетом или делюксом является то, что данный транспорт выдерживает 4 прямых попаданий из опрессора. То есть на пятый вы, возможно, взорветесь. Почему возможно? Потому что я сам лично это прям явственно не тестил. Но по мне попадали 4 раза и машина ехала дальше и спокойно. Так что, если вдруг вас достали опрессорщики, но вы не хотите устраивать жесткую войну, то вы сейчас сможете прикупить Стромберг и наказывать их, и при этом уходить более-менее целеньким. Конечно, не таким целым, как на Руинере 2000, но все-таки это гораздо лучше, чем ничего. И последняя скидочка в 60% Принцип Двист Эйдж. Это, в принципе, отличный суперкар. Если вдруг у вас не хватает денег на такие более дорогие версии, как Риггер, либо же более бешеную версию по типу Проджен Эмерос, то можете прикупить данный суперкар. Хорошая скорость, хорошая управляемость, хорошая мощность. Что вам еще надо? И достаточно футуристичный дизайн. И все это со скидкой опять же в 60%. И последние две скидки. И это уже скидочки в 50% и на самый любимый всеми транспорт на Опрессор и Опрессор 2. Но начнем же опять же с Пегаси Опрессор. С первого модификации. Его нынешняя цена с учетом скидки 1 миллион 762,5 тысячи долларов, а оптовая цена 1 миллион 325 тысяч долларов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо купить бункер, купить туда ПКП, начать проходить спецоперации ПКП. И в одном из заданий вы будете летать на Опрессор. И вот только тогда у вас откроется оптовая цена. Плюс Опрессор. Во-первых, вы сможете его звать как обычный байк. Он имеет у себя на борту либо ракеты, либо пулеметы, смотря что вы установите. Плюсом же еще на нем есть ракетное ускорение и выдвигающиеся крылья, с помощью которых вы сможете, хочу заметить, не летать, а именно парить над недругом. Либо же просто добираться так до нужных вам мест. Конечно, можно завести демагогию о том, что лучше купить первый или второй Опрессор. Это уже решать вам. Перейдем же ко второму Опрессору. Его нынешняя цена с учетом скидки 1 945 000 долларов, а оптовая цена 1 462 500 долларов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти несколько заданий клиентов. Честно, не помню, сколько их надо пройти. Если вы вдруг точно знаете, то обязательно отпишите в комментариях, чтобы другие ребята, которые еще не в курсе, прочитали и узнали, сколько надо пройти данных заданий. Задания клиента имеются в Террорбайте. То есть для этого вам еще надо будет прикупить Террорбайт. Но и опять же не только для этого, потому что только в Террорбайте вы сможете модифицировать Опрессор МК-2. И то есть вы сможете там установить те самые всеми нелюбимые ракеты на него. Потому что по стоку на нем установлен только пулемет. Ну а на этом, братишки, все. Надеюсь, после этого ролика вы уже точно знаете, что будете покупать на Черную Пятницу и не потратите лишние бабки на всякий шлаг по типу люксоров или чего-то подобного. У вас еще примерно остались сутки, чтобы закупиться транспортными средствами. Потому что данные скидки у нас закончатся где-то в полдень понедельника. Так что, братишки, не теряйте ни секунды. Скорее заходите в игру и закупайтесь. Ну а если тебе понравился данный ролик и ты узнал что-то новенькое, то обязательно подписывайся на мой канал, не забудь проставить лайк и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok